Впервые в России. Легендарный Тони Робинс. 1 сентября. Олимпийский. Мировая премьера новой программы. Тони Робинс. Коуч номер один в мире. Гуру президентов, олимпийских чемпионов и звезд Голливуда. Автор бестселлеров «Беспредельная власть» и «Разбуди в себе» Исполина. Входит в список топ-50 главных бизнес-умов планеты и в рейтинг 100 самых известных знаменитостей в мире журнала Forbes. Обретите уверенность в себе и узнайте секрет безусловного успеха. Ну что, друзья, в сегодняшнем видео мы поговорим об идеальной летней рубашке. Название «Идеальная летняя рубашка» много претендентов. Белая футболка. Классика. Многие парни выберут ее. Я считаю прекрасный вариант, но слишком повседневно. Если у вас нет прекрасного тела, то она не всегда подойдет вам. Вы можете компенсировать некоторые изъяны темной футболкой своеобразным вырезом. Хороший вариант, но все так же очень просто. Ладно, что насчет Хенли? Отлично справляется с работой. Привлекает внимание на шею, грудь. Но короткие рукава делают Хенли очень повседневным. Далее классические пола. Пола наряднее, чем футболки, о которых говорил выше. Ведь у пола есть воротник. Очень мягкий, потому что он сделан из очень мягкого хлопка. Поверхность пола немного ворсиста. Итак, пола тоже повседневная одежда, но воротник его украшает. Это идеальная летняя рубашка? Я люблю пола. У меня их много, но еще не идеал. Все рубашки и футболки крутые. Мне нравятся, и я их ношу. Но если мне придется летом носить что-то одно, друзья, это будет рубашка с длинным рукавом из тканных материалов. И я знаю, что некоторые сразу скажут, что будет слишком жарко, некомфортно. И это не самый лучший выбор. Друзья, у меня за спиной несколько вариантов для вас. Я расскажу вам, как можно их пристроить в свой гардероб, как их носить, чтобы выглядеть шикарно все лето. Итак, что касается идеальной летней рубашки, все очень просто. Размер, функция, ткань. Моя пирамида стиля, друзья. Это реально просто. Первое, давайте обсудим, как должна сидеть идеальная летняя рубашка. Вам нужен правильный размер. Если она слишком маленькая, слишком облегающая, сразу появятся пятна пота на подмышках. Не покупайте такие рубашки и не носите. С другой стороны, рубашка слишком большая. Большинство мужчин совершают эту ошибку. Допускается, если при покупке рукава чуть длиннее, или немного лишней ткани в талии. Не переборщите, отнесите ее к портному, и вы будете выглядеть гораздо лучше. Далее мы поговорим о функции идеальной летней рубашки. Что я обожаю в рубашках с длинным рукавом из тканной материи, они повседневные и на выход. Вы можете надеть простую белую рубашку с костюмом, с галстуком, и будете отлично выглядеть. Но вы также можете надеть темную рубашку, с карманами на груди, погонами, закатать рукава, и также выглядеть великолепно. По-быстрому сравним заправленную рубашку и рубашку на выпуск. Заправленная рубашка всегда будет более нарядной. Но я предполагаю, что некоторым из вас нравится носить рубашки на выпуск. Поэтому выбирайте рубашки, которые сделаны, чтобы их так носить. Обычно для этого предназначены рубашки с прямым подрезом. Если подол рубашки вытягивается кпереди и сзади, то ее нужно заправлять. Но прямой подрез еще не означает, что вы можете носить ее на выпуск. Она может быть длиннее и короче. Мое правило, поднимите руки, если из-под рубашки появляется ваше тело, то она короткая. Но не нужно носить слишком длинные, как платья. Друзья, в этом пункте я буду умничать. Обратите внимание на пряжный материал и виды плетения. Это важно, ведь в таком случае вы сможете определить, какая будет дышать, чтобы надеть ее и чувствовать прохладу летом. Сперва о материалах. Ткань может быть сделана из хлопка. Самый распространенный материал, и на то есть причины. Он долго служит, прочный и относительно недорогой. Вы должны обратить внимание на хлопок длинного плетения, из которого делают длинные нити. И эти нити очень крепко сплетаются между собой, что придает очень приятное ощущение. Так что вам нужен египетский или люксовый хлопок. Далее лен. Как и хлопок, он используется уже тысячи лет, потому что он прочный, долговечный, относительно недорогой. У льна есть некоторые уникальные свойства. При намокании лен становится жестче. А также, что интересно, лен очень хорошо дышит, из-за структуры своих волокон. Но и есть свои минусы. Как обладатель льиных рубашек, вам придется утюжить их каждые пару часов на самом жестком режиме. При всех прочих равных, если сравнивать хлопок и лен, то хлопок будет помягче. Отдельным пунктом я хотел бы поговорить о синтетических материалах. По моим ощущениям, современные синтетические ткани, если ответственно и качественно сделаны, вполне хороши. Они имеют плохую репутацию на протяжении 30-40 лет, так как из синтетики делают очень дешевые рубашки. Но в наше время можно увидеть широкий выбор, как смесь из хлопка, льном, или даже стопроцентная синтетика, из древесной целлюлозы, и пошиты таким образом, что создаются прекрасные ощущения. Теперь о плетении. Чтобы понять плетение, нужно знать, что такое основа и уток. Нити основы идут во всю длину ткани. Нити утка проходят между этими нитями. От того, как переплетается пряжа, зависит вид плетения, рисунка, который можно определить по ткани, и также прочность и способность воздуха проходить через ткань. Первое, рассмотрим полотняное плетение. Полотняное плетение самое простое из всех. Одинаковые размеры нитей основы и утка. Они переплетаются одна за одной. Следующее, очень распространенное плетение, саржевое. Это способ плетения, при котором создается диагональный рисунок ткани. Эта ткань более мягче, и, следовательно, более устойчива к образованию мятин. Далее, поплин. Очень похож на полотняное плетение, но гораздо более плотное плетение, и оказывается в два раза прочнее. Следующее плетение, сирсакер. Это прекрасное, уникальное плетение, через которое может спокойно проходить воздух. Сирсакер плетется из хлопка. Плетение имеет ухобистый вид, но такая технология позволяет максимальному количеству воздуха циркулировать через ткань между кожей и окружающей средой. Друзья, теперь можно и позабавиться. Я покажу вам примеры того, я покажу вам примеры того, что я считаю идеальными летними рубашками. Я обожаю рубашку на мне. Обратите внимание, как четко сидит. Далее функционал. Очень простая, никаких карманов, ничего лишнего. Отличная рубашка, чтобы люди фокусировались на мне. Ткань заслуживает отдельного внимания. Это смесь танцела и хлопка, 45 на 55. Соржевое плетение, весом 127 грамм на квадратный метр. И к тому же прекрасно смотрится. Она мне нравится. Напишите в комментариях, понравилась ли она вам. Вторую рубашку я называю простота и изысканность. Вы заметили маленькие детали? Я дам вам секунду. Справились? Плетение поплин. Очень легкая ткань. Около 115 грамм на квадратный метр. А вы заметили эту контрастную ткань здесь? Очень приятный рисунок цветов. Я еще рукава подверну. Да, и так оставить. Друзья, я люблю такие рубашки. Белая, как и нарядный, так и повседневный вариант. Я могу даже застегнуться и надеть галстук. Я также могу надеть ее после работы и пойти в клуб или бар. Можно убить двух зайцев. Ну что, третий вариант – красная клетка. Если честно, я не ожидал, что мне понравится эта рубашка. Но посмотрев в зеркало, изменил свое мнение. Я считаю, что мне идет. Друзья, напишите в комментариях, как вы считаете. На самом деле, эта рубашка очень интересная и ткань, которую сложно найти. К тому же я считаю, что она подходит к моему телосложению. Подобная ткань добавит веса худощавым парням. Но если вы большой парень, будьте аккуратны с поперечными рисунками. Но на мне она смотрится относительно хорошо. Как вам? Я хочу увидеть ваши комментарии. Проголосуйте, какая рубашка вам понравилась больше всего. Может вы скажете, «Антонио, оставьте темно-синюю, которая была в начале видео». Она была лучшей. Я приму ответ.